Вот, вот, вот что значит разрываться на два фронта. Тут начала, тут начала, а на запись не поставила. Блин, придётся ещё раз прям коротко, но начать сначала, потому что нам нужна запись. Нам нужна запись, потому что сейчас тут 17, тут 3 человека, и того 20, но нам нужно, чтобы эту запись посмотрело как можно больше людей, потому что суставы болят у очень-очень многих. Я знаю, о чём я говорю, потому что все люди, которые приходят ко мне на консультации, вот, наверное, процентов 70, это есть уже начинающиеся или уже развитые проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Итак, я начала с того, что я спонтанно решила провести, спонтанно решила провести этот вебинар, в ответ на сообщение, в котором меня упрекнули, что я недооцениваю роль медицины. Поэтому я не готовилась к этому вебинару, и я не подготовила слайды. Вот, вот что я хотела сказать. Хотя вот как раз к этому вебинару было бы очень уместно сделать слайды, потому что мы будем разбирать причины и что делать, да, при каждой конкретной причине. Но я думаю, что вы люди, понимающие и умные, и даже без слайдов вам информация должна зайти, но на крайний случай просто сделайте себе пометочки там. И в конце вебинара я, ну, после вебинара я просто дам отдельный пост с перечнем этих причин, чтобы это отложилось в голове. Итак, я задала вопрос, что вы чувствуете, когда вы выходите из кабинета врача и вам озвучили диагноз. Будь то плечо-лопаточный бериартрит, будь то просто артрит или артроз, или остеохондроз, или неважно что, что вы чувствуете. Вот я уже увидела, мне написали в Телеграме, что сразу после озвучки диагноза шок, а вторая реакция хрен вам. И начинается поиск возможностей. Для меня это начало изменений в жизни. Помочь себе лучше всего могу только я сама. Опыт многих лет. Вот это говорит человек, который действительно уже прожил опыт. Когда мы проживаем опыт и убеждаемся, что действительно в наших руках очень много всего заложено, всяких возможностей, то тогда да, вот такая вот реакция хрен вам. Но это говорит человек уже более-менее опытный и продвинутый. Но когда речь идет о человеке неопытном, когда он знать ничего не знает, ни о какой-то натуропатии, ни о нетрадиционных методах оздоровления, и вообще он не понимает, как устроен организм, конечно, для него это шок, и он воспринимает это как приговор, как вердикт, как приказ. И он начинает жить с этим диагнозом. То есть далеко не всем людям приходит в голову лезть вглубь. Точно такая же картина произошла и у меня, когда мне объявили плечо-лопаточный периартрит. Я тоже даже не задалась этой целью полезть вглубь и узнать, подумать, или покопаться в причинах, почему это случилось. Хотя я наблюдала же, я же наблюдала за собой, и я же видела, что это заболевание, вот эта неподвижность плеча, она же не сразу, не в один день она родилась, она началась с онемения кончиков пальцев, двух пальцев на руке, на левой. И это тянулось где-то с полгода или больше, эта боль, ну, онемение нарастало, оно становилось более усильным, оно поднималось все выше, и в конце концов это полностью пришла в обездвиженность вся рука, и была боль, и была боль такая сильная, что даже спать невозможно было, нужен был чуть ли не подъемный экран, чтобы тебя переворачивали как-то сбоку на бок. То есть я на протяжении длительного времени наблюдала что-то, и это происходит и у вас. Вы же не сразу приходите к этой проблеме, вы же наверняка какие-то звоночки слышите, и я это тоже читаю в ваших сообщениях, да, да, какое-то там онемение, периодическое пальчико, а, ладно, пройдет, а что-то там помазал, что-то там растер, вроде прошло, потом через какое-то время опять появилось, а, ну, опять так, а, ладно, ладно, там, да, вроде незначительно, вот, мы эти звоночки не воспринимаем как сигналы СОС, а надеемся на авось, и надеемся на то, что если вдруг что, медицина нас вылечит. Это была моя установка раньше. Если вдруг что, медицина есть, да, нам все пропишут, нас вылечат. Вот еще сообщение в Телеграме поступило. Наша медицина может только снимать симптомы и обезболивать, а все назначения срабатывают только для снятия боли и одновременно разрушая, и потом все хуже и хуже. И совершенно верно, это действительно, что медицинские препараты, все эти наши лекарства, да, они срабатывают, да, они обезболивают, да, они на какое-то время делают вид, создают картину, что нам лучше. И мы такие радостные начинаем цепляться за эти лекарства и уповать на них. Но чем дальше, тем хуже, потому что они могут перестать работать, они могут давать эффект на все меньшее и меньшее количество времени. И что самое страшное, это то, что они все дают побочные эффекты. Как я писала недавно в посте и в Инстаграме, и в Телеграме, что достаточно заглянуть, например, в аннотацию диклофенака, и можно увидеть, что показания к применению это один абзац, противопоказания это три или пять абзацев, забыла уже, и побочные эффекты семь абзацев. Но о чем это говорит? Это понятно, что хорошего не жди. Поэтому надо обращаться к другим способам лечения, помощи себе, избавления от страданий, но прежде чем к ним обратиться, нужно раздобыть, раскопать эти причины. И вот я сейчас перехожу собственно к причинам. Давайте начнем с того, что болят не суставы, болят не кости. Кости не умеют болеть, а болят ткани, прилегающие к суставам, к костям, то есть болят мягкие ткани. Есть несколько причин, ну их можно много перечислить, но я возьму такие самые основные, самые наиболее распространенные. Ну первая причина, она такая как бы не очень, вернее она практически не связана с внутренним состоянием человека, и это такая больше физическая причина, интенсивные физические нагрузки и травмы. Ну от травм вообще у нас никто не застрахован, а физические нагрузки тоже видимо возникают в жизни людей по каким-то вынужденным причинам, но это уже область такая, что здесь мы можем, если мы в нагрузках еще как-то можем регулировать эти нагрузки в зависимости от жизненных обстоятельств, то перед травмами никто не властен, поэтому мы долго задерживаться на этой причине не будем и здесь можно сказать только одно, что если это уже случилось, то есть произошло нарушение целостности тканей во время травмы или физических перегрузок, то говорить здесь в первую очередь нужно о клеточной регенерации, то есть восстановлении этих тканей. Разрушенные ткани имеют способность регенерировать, восстанавливаться. Наш организм вообще очень удивительный, он умеет сам себя оздоравливать, сам себя восстанавливать, надо только давать ему условия для этого. Поэтому говорить о том, что ткани можно восстанавливать, это абсолютно нормальная вещь, и в медицине тоже существует это понятие регенерации тканей. И как ее восстанавливать? Прежде всего это нормализация нарушенного кровотока и усиленное клеточное обновление. Способствовать этому могут как питание, так и некоторые дополнительные мероприятия, какие-то добавки, эфирные масла, так и физиологические, физиопроцедуры и некоторые физические упражнения, специфические, для того, чтобы улучшать кровоток. Потому что любая регенерация тканей и клеток достигается благодаря усиленному кровотоку. вторая причина, по которой начинают болеть суставы, как правило, это начинают жаловаться люди с лишним весом. Чем больше веса лишнего, тем обычно быстрее начинают болеть суставы у человека и тем сильнее боль. в чем здесь причина? Лишний вес это жир. Жир, которого становится так много, что его становится очень тяжело носить и жир, вот это избыток жира, он не является нормальным для нашего тела. Это физиологически это ненормально. Поэтому он передавливает кровеносные сосуды. Кровеносные сосуды в идеале не должны вообще ничем быть передавлены и сдавлены. Это каналы, по которым должна свободно течь кровь. Потому что кровь это наша жизнь. Благодаря крови мы получаем питание, но не мы, а наши клетки. Организм человека очень густо оплетено кровеносной системой сосудами как крупными, так и средними, так и мелкими капиллярами. И все сосуды, абсолютно все нужны для того, чтобы снабжать кровью, то есть питательными веществами, все-все ткани, органы, системы нашего организма. Когда происходит пережатие кровеносных сосудов, даже мелких, даже капилляров, то кровоснабжение тканей нарушается. И особенно сильно страдают суставы, потому что на них как раз приходится большая нагрузка, и им-то как раз питание нужно в таком более усиленном формате. Но пережатие сосудов обедняет наполнение кровью этих мест, тканей, прилегающих к суставам, и ткани просто начинают кричать от голода. То есть вот эта самая боль есть не что иное, как крик голодных клеток. Ну, если пережаты каналы, то есть нет поставки питания, соответственно клетки, ткани кричат от голода. Вот просто возьмите пример вот себя, как человека. Если вас лишить питания, отобрать у вас всю еду и заставить вас много физически работать, что с вами будет? Нетрудно догадаться, что через очень быстрое время вам станет плохо, вы начнете кричать от голода, от боли, и в конце концов вы можете просто умереть от того, что нет питания и вас заставляют много работать. От этого умирают. Вот то же самое происходит и с нашими органами. Суставы работают очень много, они постоянно находятся в движении. Даже если у вас сидячий образ жизни, все равно для того, чтобы встать с дивана, пойти к холодильнику, совершить какие-то банальные домашние дела, все равно у нас идет напряжение на суставы. Даже сейчас я сижу, я дергаю руками, я поправляю очки, я кручу пальцами, это все равно идет нагрузка на суставы, сочленение костей. И если мало питания, нет еды, еще и заставляют двигаться постоянно, клетки орут. Это выражается в виде боли. Поэтому первая задача, когда у вас лишний вес и болят суставы, это однозначно снижать вес. Однозначно. Ничего не получится. Как бы вы там не прикладывали никакие примочки, масси, сколько бы вы не выпили добавок, БАДов, намазали на себя эфирных масел, сколько бы захлинаний вы не проговорили в пользу своих суставов, ничего не поможет, никакие аффирмации, не медитации, ничего, если вы не будете снижать вес. Что для этого нужно? Конечно, коррекция питания, очищение организма, и главное это понимание, как это все делать, каким образом это все совершать. Следующая причина инфекционные заболевания, часто развиваются суставные боли вследствие инфекционных заболеваний, и тут можно тоже свалить вину с себя, типа я не виноват, я там подхватил инфекцию, и у меня она стала разрушать мои суставы, это нет моей вины в этом, но давайте опять копать причину, а почему собственно вы подхватили инфекцию, почему вот Вася не подхватил инфекцию, а Коля подхватил, почему мы все не хватаем подряд инфекцию, а все дело умунитетить, то есть инфекция, вот эти все патогены, вирусы, славредные бактерии, которые мешают нам жить, это все общее для всех, и им подвержены в общем-то все на планете, но просто почему-то одних они поражают, а другим удается выйти сухим из воды, почему, потому что работает иммунитет, то есть если вы подвержены инфекции, надо понимать, что с иммунитетом все очень-очень лоховатенько, и нужно его усиливать, нужно с ним работать, известно, уже известно теперь, что за иммунитет в первую очередь отвечает кишечная микрофлора, вот вам и ответ, если у вас плохо с иммунитетом, значит у вас плохо с кишечной микрофлорой, значит нам нужно работать с кишечником, нам нужно восстанавливать нормальную микрофлору, а с помощью чего это делается, опять-таки при помощи коррекции питания, очищения организма, плюс дополнительные инструменты, например, эфирные масла, есть ряд масел, которые помогают усиливать иммунитет, увеличивать его силу, то есть опять понятно, да, алгоритм действий, понятен, откуда ноги растут, и что с этим делать, следующее причина, это очень распространенная причина, очень, и вот с ней я как раз сталкиваюсь чаще всего с моими клиентами, поэтому я ее оставила вот на последнее место, это аутоиммунное заболевание по причине синдрома дырявого кишечника, недавно я получила вопрос, что такое синдром дырявого кишечника, и пообещала ответить в каком-нибудь посте, сделаю, конечно, и пост, но и сейчас хочу вам напомнить, что такое синдром дырявого кишечника, и вообще, как это происходит, как это развивается аутоиммунное заболевание, и почему-то начинают болеть суставы именно вот в этой ситуации. Аутоиммунное заболевание это состояние, когда организм начинает разрушать свои собственные клетки. И в данном случае, когда мы говорим о больных, о болях в суставах, о болезнях суставов, об аутоиммунном поражении суставов, имеется в виду, что организм стал разрушать суставы по той причине, что началась аутоиммунная реакция. Аутоиммунная реакция, это когда в организме возникает борьба антител и антигенов. Вот давайте разберемся, что это такое, почему эта борьба возникает. Борьба антител и антигенов возникает тогда, когда в организм, в кровь человека проникает чужеродный белок. И не важно, какой белок это будет. Белок животного происхождения или белок растительного происхождения. Дело в том, что белки, они должны, да, мы их употребляем в пищу и они должны присутствовать у нас. Дело в том, что они должны расщепляться. Белки должны быть расщеплены для того, чтобы они безболезненно, то есть без вреда для здоровья были усвоены, питательные вещества были усвоены, а все ненужное вывелось бы естественными путями. То есть нерасщепленных белков не должно поступать в организм человека, но по факту это происходит. Сейчас я объясню, как это происходит. Так вот, когда нерасщепленный белок, будь то животный, будь то растительный, проникает в кровь, организм включает реакцию защиты. То есть он понимает, что пришел чужак, чужой, чужой белок это враг, которого нужно убивать. И естественно организм включает защиту. Он начинает вырабатывать антитела, которые призваны убрать вот эти чужие гены, чужой белок. Начинается война. Но эта война носит парадоксальный характер, потому что если бы убить только чужого, только вот этого врага, это было бы очень здорово. У нас бы тогда, наверное, не было никаких проблем. Но проблема состоит в том, что белковое строение человеческих тканей и проникшего врага, оно схоже. Оно схоже. И организм приходит в замешательство и начинается убийство собственных клеток, разрушение собственных клеток. Это вот и есть принцип аутоиммунного заболевания. То есть разрушение собственных клеток. Так вот, суставы как раз очень часто попадают под вот эту войну аутоиммунную. И что самое печальное, очень часто эта аутоиммунная война, она затрагивает не только какую-то одну область, например, суставы, кости, но еще и другие. в частности, например, щитовидную железу, может развиться страшнейшая аллергическая реакция, которая выражается в проблемах с кожей, зуд, всякие красные там высыпания, которые болят, чешутся и доставляют человеку очень большие мучения. То есть аутоиммунные заболевания, они очень часто идут в цепки одно с другим, их несколько, они разные, и очень часто одно цепляет за собой другое. Я прямо это встречала очень часто, когда человек приходит с суставами, а у него еще и аллергия, а у него еще и какой-то псориаз, еще у него еще что-то, и да, еще у него недостаточно гормонов, щитовидная железа вырабатывает, и он весь вот такой вот разваленный куски. А теперь давайте разберемся, почему же собственно этот чужеродный белок проник в кровь. Почему? В чем? А причина как раз заключается в синдроме дырявого кишечника, СДК, синдром дырявого кишечника. Это очень сейчас популярная тема, и к ней надо отнести очень серьезно. Многие думают, что синдром дырявого кишечника это на самом деле дырки в кишечнике, но это, конечно же, не так. Если бы это были дырки, человек просто был бы обречен. Нет, это не дырки. Это воспалительный процесс в кишечнике и, как правило, в тонком кишечнике, не в толстом, там, где образуется кал, где, когда делают обследование толстого кишечника, говорят, у меня там все чисто, розовые, гладкие стеночки, все хорошо. Да, это может быть там все хорошо. Но проблема кроется дальше, глубже. Она в тонком кишечнике. Воспалительные процессы возникают в виде таких точечных участков воспалений. И вот в местах этих воспалений стеночки кишечника очень сильно истончаются. Надо вам сказать, что стенка кишечника, она сама по себе очень тонкая, очень-очень тонкая. Но когда она воспалена, она еще более истончается. И вот через эти вот так называемые дырки, то есть, не дырки, а очень тонкие участки кишки воспаленной, как раз таки и происходит проникновение врага, чужого белка, недорасщепленного. Это одна сторона дела. Мы поняли сейчас, как проникает враг в кровь и спускает аутоиммунную реакцию. Теперь давайте другую сторону рассматривать. А почему белок не расщепляется? Он, по идее, он должен расщепиться, потому что у нас есть пищеварительная система, которая очень сильная, где есть слюна, желудочный сок очень агрессивный, желчь еще более агрессивная, ферменты, которые призваны расщеплять и белки, и жиры. Почему же недорасщепляется белок? Ответ лежит на поверхности, потому что его очень много, потому что он заходит в пищеварительный тракт в неподходящем сочетании с другими продуктами и потому что человек ест очень часто в неподходящее время. Вот давайте сейчас эти три ипостаси разберем. Вот видите, чем начинаешь глубже рыть, тем больше раскрывается непознанных тем, которые нужно познавать, вы обязаны это знать, потому что это касается вашего организма. Итак, человек ест много белковых продуктов. и это на самом деле так. Достаточно почитать анкету современного человека, который заполняет ее, приходя ко мне на консультацию, и я прихожу в ужас, когда вижу, что человек ест белковые продукты чуть ли не 5-6 раз в день. Завтрак яйца, перекус творожок, обед мясо, перекус какой-нибудь кефир, сыр, на ужин рыба. Но смотрите, одни белковые продукты на самом деле это неверно, это неправильно, это так не должно быть. Вспомните о том, как произошел человек, он же произошел как часть природы, и он должен напитаться природным способом, тем, что легко взять, что лежит почти в руках, то есть кушать плоды, травки, муравки и прочее. Животная пища тоже имеет право на существование, но это пища запасная, тогда, когда нет плодов, тогда, когда зима, тогда, когда надо подпитаться, но это та пища, которая имеет меньшее значение по сравнению с природной, живой, растительной пищей, и выставлять ее на первый план, вот так, как сейчас делают современные люди, это идти против себя, против своей природы, поэтому организм не готов выдавать столько пищеварительных ферментов, соков, желчи и прочих жидкостей, для того, чтобы расщеплять столько животного белка. второй момент, неудачные сочетания, люди очень полюбили сочетать животную пищу с крахмалистой пищей, такой, как хлеб, мучные изделия, каши, картошка и прочие-прочие вареные, этого тоже в природе не предусматривалось, и это очень легко представить, когда мысленно, так у него на миллионы лет назад ты представишь, как жили первые люди, естественно, они не сочетали мясо с гарниром, я думаю, что у них было мясо как мясо, а яблоки как яблоки, то есть никому не приходило в голову варить в одном котле целый месив, там, суп с разными видами овощей, закусывать это хлебом, это уже придумка цивилизованных людей, но цивилизация испортила пищеварительную систему людей и превратила наши пищеварительные тракты в большую помойку, поэтому хроническое, постоянное, в течение всей жизни сочетание животной, еды с большим количеством неподходящей совершенно по сочетанию ему другой еды, такой, как гарниры пресловутые, тарелки с рисом, куски хлеба и прочее, замедляют расщепление животного белка, замедляют процесс пищеварения и не хватает ресурсов у организма, чтобы вот эту тяжелую, неудобоваримую массу внутри себя расщепить полностью, поэтому остается недорасщепленный белок. Третий момент, принято повсеместно, принято позднее употребление животной продукции близко ко сну, ужин с мясом, ужин с рыбой, ужин с творогом, это тяжело, потому что пищеварительные системы заточены на то, чтобы работать в течение дня, в течение рабочего дня, ну да, у нее тоже есть рабочий день, вечером она уже отдыхает, она уже не может вам выдавать столько ресурсов, чтобы расщеплять белок, а если вы еще и совсем прям близко ко сну это все съедаете, все, можете быть уверены, что вы уходите в сон с пищей, которая будет просто тупо лежать у вас в желудке, дай бог, чтобы она лежала в кишечнике, дай бог, но она скорее всего останется в желудке, потому что чтобы довести мясо до кондиции, ему в желудке часа 4 нужно пролежать, вот почему вы так долго кушать не хотите после мяса, и вы уходите в ночь, когда не работает пищеварительная система, и у вас это все тупо лежит просто, вот, и потом, когда наступает новый день, оно там начинает потихонечку уже тащиться, но оно уже приобретает другой вид, оно уже начинает подгнивать, потому что не расщепили, не то, что не дорасщепили, вообще не расщепили белок, и вот он в этом гниющем состоянии медленно ползет по кишечнику, а теперь представьте, что вы делаете всю свою жизнь, вы каждый вечер кушаете рыбу или мясо, или что-то в этом роде, вы каждый день сочетаете мясо с картошкой, с макаронами, и вы каждый день едите много животного белка, и вы вряд ли соблюдаете посты, но в основном, некоторые соблюдают, но как правило нет, вряд ли вы думаете о каких-то разгрузках, вряд ли вы думаете об очищении кишечника, скорее всего вы думаете только о том, как бы вам получить побольше питательных веществ, побольше строительного материала, а в итоге вот это желание принести себе пользу оборачивается большим вредом, который вы себе наносите, создавая вот такую грязную атмосферу в кишечнике, и так процесс гниения плюс процесс брожения, а брожение происходит потому, что вы смешиваете пищу, вы смешиваете каши, фрукты, хлеб, ягоды, все это вот так идет в перемешку в течение дня, и у вас постоянно там что-то бродит, поэтому буквально там каждый приходит с метеоризмом, с дисбактериозом, с расстройством кишечника, либо с запорами наоборот, у вас нарушена микрофлора в кишечнике, у вас там неблагоприятный фон, в результате этого создается сильное загрязнение в кишечнике, а если еще учесть тот факт, что кишечник тонкий, тонкий кишечник изнутри имеет ворсинчатую структуру, вот такие ворсиночки, очень маленькие, очень тоненькие, совсем прям малюсенькие, но когда в кишечнике вот постоянно вот такое такая помойка, то вот эта вся слизь, грязь, вот эта вся бродящая, гниющая масса, она обволакивает каждую ворсиночку, и у вас постоянно идет такая патогенная нехорошая среда, которая приводит к воспалительным процессам. Вот база, которая лежит в основе аутоиммунных заболеваний. Это я сейчас говорила про животный белок. А каким же образом растительный белок здесь участвует? Под растительным белком часто имеют, ну, чаще всего говорят о бобовых, там, ну, о крупах, также об орехах, в которых их, в которых белка больше содержится. И есть люди, которые не едят животную пищу, вегетарианцы или веганы, но при этом они изо всех сил налегают на бобовые, там, крупы, орехи, думая, что они должны каким-то образом возмещать отсутствие животного белка и делают это с помощью растительного. Но здесь картина та же самая. Нам и растительного белка не нужно так много. Вы не поверите, но растительный белок есть и в шпинате, и в капусте, и в очень-очень многих видах зелени. И нам этого достаточно вполне. И нам достаточно одного раза в день животной пищи, чтобы была норма по животному белку. Ну, такая пресловутая норма, потому что на самом деле эту норму придумали. Ну, будем говорить так, норма с точки зрения насыщения и получения удовлетворения от полноты своего питания. Один раз в день достаточно животной еды, где-нибудь в середине дня, совершенно небольшой порции, не знаю, три яйца, четыре яйца максимум. Это вполне достаточно, чтобы получать полноценно белки, аминокислоты и прочее. Плюс еще животные жиры, мы их не ограничиваем в своем питании. Так вот, все наверняка слышали эти слова, да, глютен, лептины, это все растительные белки, опасные белки, которые, когда их много в большом количестве, они точно так же перестают расщепляться из-за загрязнения в кишечнике и точно так же проникают сквозь вот эти воспалительные участки в кровь, а организму ему все равно, какой белок проник, растительный, лектин, глютен или животный, ему все равно, главное, что это чужой, и он все равно будет запускать аутоиммунную реакцию, поэтому этому подвержены как мясоеды, так и викторианцы, которые фанатично питаются и не соблюдают законы естественного питания. Вот, я вам разобрала такую наиболее глобальную причину возникновения вот этих проблем, ну, начали про суставы, да, а зашли вон в какие дебри, но если мы не будем заходить в эти дебри, да, не будем разбираться в причинах, мы никогда не доберемся до ответа на вопрос, а что собственно делать. Так вот, вот этот ответ на вопрос, а что же делать, да, а что же делать, ну, хорошо, мы нашли причину, да, вот у меня была инфекция, да, я, вот у меня, наверное, есть СДК, потому что у меня загрязнение и так далее, что же делать. Так вот, на эти вопросы я как раз и, чтобы ответить на эти вопросы, я как раз и сделала свой марафон здоровые суставы, на которые я сейчас активно набираю людей, чтобы не только объяснить им эти причины, которые мы здесь разобрали, но и ответить очень подробно, да, научить людей, что делать, как себя вести, как менять питание, каким образом, что делать с белком, что с животным, что с растительным, сколько его, куда, как, как очистить кишечник, как вылечить кишечник, чтобы не было синдрома, синдрома дырявого кишечника, как восстановить нормальный обмен веществ, который нарушился, как убирать лишний вес, который пережимает сосуды, как, как конкретно, да, какими способами, что, какую роль при этом играют эфирные масла, какую роль играет мазь, вот это, да, из печеленного подмора, вот это все очень подробно мы будем разбирать на марафоне, чтобы у людей сложилось четкое представление в голове, какие инструменты им нужны для того, чтобы возвращать себя в нормальное состояние, то есть будут разобраны абсолютно все причины и на каждую причину будет ответ, и зная эти ответы, человек наконец-таки выйдет на ту дорогу, по которой он должен идти, я думаю, что вряд ли кому-то нравится получать страдания от боли в суставах, каждый хочет от них избавиться как можно быстрее, я даю ответ на этот вопрос, приходите на марафон, получайте ответы, практикуйте это, используйте и выздоравливайте, марафон продлится 4 недели, с 22 августа по 19 сентября, будет он проходить в телеграме, никаких других площадок не потребуется, достаточно будет только вступить в группу марафона в телеграме, вся информация будет там, и как всегда у меня вся информация остается в бессрочном доступе, я ничего не закрываю, не удаляю, все, все, что вам нужно, все у вас остается, скачивайте, применяйте, изучайте и так далее, что еще будет на марафоне, значит, будем заниматься питанием, да, будет специальное меню подобранное, будем применять активные эфирные масла, не случайно, да, у нас идет заявка в марафон через регистрацию на базовый набор эфирных масел, сейчас чуть-чуть я вам еще скажу, будут, будем заниматься особой техникой самомассажа для восстановления кровотока и снятия спазмов и отеков, и будем проводить вебинары обучающие, очень их будет много, прямо в Телеграме, записи будут все сохраняться, поэтому у вас будет полная база знаний и инструментов для ликвидации вот этого заболевания. Как попасть на марафон? На марафон идет регистрация, набор через регистрацию на набор, на базовый набор эфирных масел Дотерра, почему, объясню. То есть ничего больше, никаких других денег платить не надо, кроме того, что вы приобретаете набор эфирных масел и у меня в интернет-магазине приобретаете мазь из пчелинного подмора. Тоже сейчас скажу. Поскольку у вас боль, поскольку мы должны эту боль убирать на глубинном уровне, на клеточном, мы не сможем обойтись без эфирных масел. Питание да, самомассаж да, но эфирные масла это волшебная палочка к клеточной регенерации. Это то, о чем я говорила в самом начале. Почему? Потому что эфирные масла имеют такое строение, такую маленькую молекулу, что она проникает прямо в клетку. В отличие от лекарств, эфирные масла проникают в клетку. Лекарства в клетку не проникают. А у эфирных масел есть такая способность проникать сквозь липидную оболочку и нести целительный эффект прямо в клетку. Причем делают они это очень быстро и молниеносно. Вот сейчас у меня параллельно идет марафон к стройности и здоровью. Он у нас бесконечный, он будет идти бесконечно, этот марафон. И вот прямо там на марафоне люди тоже самое используют эфирные масла и поражаются. Просто вот поражаются все-таки как быстро это работает, как молниеносно, как быстро убирается боль, причем любая боль. И как много возможностей дают эфирные масла, чтобы не только убирать боль, но и ликвидировать вот эти причины, приведшие к этой боли. То же самое мы будем делать на марафоне здоровые суставы. Использовать эфирные масла. Почему набор? Почему не один флакон эфирной смеси Deep Blue для лечения суставов, о которой я уже и видео делала, и писала посты, и рассказывала везде. Почему не один этот флакон? Потому что, как вы уже поняли, проблема лежит глубоко внутри. В наборе масел, в базовом наборе масел дотера, эфирных масел дотера, мы имеем все необходимые масла для того, чтобы работать на клеточном уровне, на глубинном уровне. Нам нужно снижать вес, нам нужно запускать нормальный обмен веществ, ускорять метаболизм, у нас есть для этого смесь демсесси. Нам нужно ощелачивать организм, убирать эту закисленную среду, которая приводит к воспалительным процессам, у нас есть для этого эфирное масло из кожуры лимона. Нам нужно решать проблемы с синдромом дырявого кишечника, убирать патогенную микрофлору, у нас есть для этого эфирное масло, эфирная смесь дзен пищеварения. Нам нужно восстанавливать иммунитет, укреплять свои защитные силы, у нас есть для этого эфирное масло орегано, все в том же наборе. Нам нужно приводить в порядок свою нервную систему, нам нужно успокаиваться, нам нужен хороший сон, для того, чтобы перестать наконец-таки мучиться и во сне еще от боли. У нас есть эфирное масло лаванды. Нам нужно решать еще и кожные проблемы, потому что, как я уже говорила, что параллельно с проблемой сустава возникают очень часто еще и кожные проблемы. У нас есть для этого масла чайное дерево. И вот какой бы проблемы мы не коснулись, у нас на каждую проблему есть ответ вот в этом базовом наборе, состоящем из десяти эфирных масел и одного еще масла в подарок. Большой флакон, 15 миллилитров, метаболическая смесь, сжигание жира, слимсессия. Это очень важная штука, даже если у кого нет лишнего жира, то нормализация обмена веществ, это тоже одна из составных частей работы над лечением суставов. Поэтому да, поэтому приобретение набора, заметьте, что вы платите, отдаете эти деньги не мне за то, чтобы я вас учила, я уже вот сейчас вот так вот уже работаю, а вы отдаете эти деньги себе, то есть вы забираете этот базовый набор масел, за это вы просто отдаёте деньги, и вы ещё заходите при этом в марафон, в котором получаете знания. А ещё я не сказала, в базовом наборе масел есть вообще шикарное, просто легендарное священное масло, это масло ладана, вот то самое настоящее божественное священное масло, которое просто творит чудеса. У меня вот девчонки на марафоне к здоровью и стройности, они даже мне утирают нос, как ловко они находят применение ладана. Он применим, даже я иной раз не могу сообразить какая-то ситуация, как помочь. Уже люди сами начинают соображать. Понервничал стресс ладан под язык, голова заболела ладан на язык, помазала виски ладаном, подышала ладаном. То есть это универсальное масло, которое решает по сути вообще любую проблему. И оно у нас тоже есть в этом наборе семейная аптечка. Вот почему масла. Вот почему масла у нас на марафоне. Это новое, я бы сказала, это такое новое поколение инструментов натуропатических, грех, не применять не применять которые это просто грех, зная о том, как волшебно они работают. Ну, может быть, слово волшебно никому-то не нравится, что это похоже на сказку, но это на самом деле так и есть. Я не люблю врать, я не умею врать, мне нравится вот эта правда, а правда она состоит в том, что масла реально работают, работают на мне, работают на моих клиентах, это уже не первое мероприятие с маслами и они работают. Отзывов у меня куча, не успеваю выкладывать. И наконец еще один инструмент у нас есть, такой маленькая черненькая коробочка, это мазь из пчелиного подмора. Зачем она нам нужна? Ну, а почему не использовать вот это добро, которое нам еще одно добро, которое дает природа, это чистейший подмор вчера пост ставила, это чистейший подмор, без намеков на гниль, на какую-то там плесень или что-то. Это мы делаем и для себя в том числе, мы сами это делаем, и себе мы плохого точно не желаем. Это чистейший подмор, собранный осенью, из абсолютно здоровых пчел, тех пчел, которые умерли с своей смертью естественной, а не от отравления гербицидами или пестицидами. Это специальным образом обработанные пчелы. У меня муж бы хотел несколько недель и даже наверное больше месяц, пока он сушил, обрабатывал, перемалывал, перетирал, соединял особым образом с оливковым маслом, еще нужно было найти подходящее оливковое масло, составить пропорции, все это распасовать, сделать инструкцию. И конечно же мы применяем это сами. У меня муж периодически применяет, у меня мама. И я могу это рекомендовать абсолютно каждому, потому что я уверена в этом продукте, потому что там нет никакой химии, это абсолютно чистый продукт. И что он делает? Он восстанавливает как раз вот тот кровоток, который страдает от пережатия, от спазмов, от нарушения кровоснабжения проблемной зоны спасает эта мазь, потому что там и доля пчелиного яда, и доля ахитозана, и полезные минеральные вещества, и остатки меда. И вот это вот все в комплексе, еще и снабженное сверху, мы капаем еще и диплом, наш, заменитую смесь против суставной боли. и вот это в комплексе при нанесении горячего компресса это работает так, что вы просто, ну, вы не поверите, что будут проходить даже те боли, которые у вас, может быть, не проходили от лекарств. Это работает. Вот почему я приглашаю вас на марафон и проверить на себе, как это работает, узнать все, все способы, как можно помочь себе. Еще раз подчеркиваю, что медицина, будет только создавать картинку выздоровления, она будет убирать эту боль всякими возможными способами, и это хорошо, но это ненадолго, а мы будем убирать боль на глубинном уровне, на уровне причины, на клеточном уровне, причем убирать ее будем абсолютно безопасными методами, которые еще вдобавок, еще и очень эффективны. чтобы войти в марафон осталось очень-очень мало времени. Дело в том, что марафон 22-го сегодня начинается, сегодня 15-е, но нужно еще учесть время на доставку. Во-первых, на доставку дотеровской семейной аптечки, набора масел, хотя дотерр очень быстро доставляет, очень быстро, но все равно. и на доставку еще и мазить членам подмору, которую делает мой магазин, а та менеджер у меня занимается в отделе доставки, отправкой вам этих посылочек. Для этого нужно время, поэтому сейчас нужно входить в марафон, прямо сейчас. По поводу бесплатных мест. У меня их осталось, по-моему, два, если я не ошибаюсь. Почему они бесплатные? Я вхожу в ситуацию, что не с тем могут позволить себе базовый набор, который стоит 11 900. И я, у меня есть просто в запасе 4 флакона, было точнее, 4 флакона смеси Диблу, и я могу просто дать эти 4 места людям, которые купят просто флакон, один флакон Диблу и мазь из-под мора, и войдут в этот марафон без семейной аптечки, без базового набора. Но на сегодняшний момент, на данный момент уже 2 места куплены. Осталось, по-моему, если я не ошибаюсь, если не продано еще, 2 или 1 места только с флаконом можно войти. Тогда сразу после вебинара напишите мне в личку, кто заинтересован, в личку в Инстаграм или в личку в Телеграм, либо в группу в Телеграм, я свяжусь с вами, и дайте заявку, что вы хотите участвовать на этих условиях. Вот, собственно, все, что хотела вам рассказать про причины, про то, как убирать причины, про то, как спасать самих себя, самих себя, собственными руками, собственными силами. Никто вам не вылечит, кроме вас самих. Если есть вопросы, пожалуйста, я могу сейчас поотвечать. Вот, я в Телеграме увидела, там кто-то хотел. В Телеграме вы можете прямо писать вот в чат, в чат группы, ну, где идет, да, сейчас трансляция, можете писать ваши вопросы. В Инстаграме то же самое, можете задавать вопросы, если они есть, отвечу. Если нет вопросов, тогда вот, ну, буквально там ближайшие пару дней еще буду набирать на марафон, чтобы вы успели все вовремя получить. Тут был вопрос, что как совмещать работу в марафоне и свою основную работу. Ничего совмещать не надо, как всегда, марафон проходит в таком свободном режиме, то есть все, абсолютно все в записи, вся информация дается под запись. И вебинары, и все остается в чате, поэтому можно совершенно спокойно работать и изучать в свободное время эту информацию, которую я даю, и главное ее применять и спрашивать, задавать все вопросы в нашем рабочем чате Телеграм, который будет основной нашей рабочей площадкой. И не важно, чем вы занимаетесь, работаете ли вы по сменам, или у вас еще какая-то тотальная занятость, главное это иметь информацию. А уж если вы живете на этом свете, то применить знания к своей жизни, ну это просто в ваших интересах. Какие анализы показывают аутоиммунные заболевания? Как правило, если у вас уже что-то очень сильно беспокоит, вы просто идете к врачу, и если он сочтет нужным, он пошлет вас к эндокринологу или еще к какому-то специалисту, а уж они сами знают, какие анализы вам нужно сдать, чтобы выявить аутоиммунные заболевания. Еще какие вопросы у вас есть? Как в Инстаграме, так и в Телеграме у вас есть прекрасная возможность задавать вопросы Инстаграм Директ, Телеграм тоже есть группа. Готова отвечать, развеивать все ваши сомнения, если они у вас есть, и жду вас на марафоне. Сегодня и завтра еще активно принимаю заявки. Присоединяйтесь. Завершаю тогда запись. Запись будет выложена в канале Телеграм. Благодарю всех за участие и надолго не прощаюсь. До новых встреч. Продолжение следует...